МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не стоит забывать, что гаражи многие используют не только по прямому назначению, но и разворачивают там производство. Так называемая амнистия обернется для бизнесменов по-разному. Так считает Виктор Куприянов, руководитель профильной общественной организации. Дело в том, что не все подряды и артели одинаково безопасны для экологии. Есть те, которые можно развивать, да и нужно их сохранить. Есть те, которые, к сожалению, приносят своим существованиям вред окружающей среде и непосредственно людям, которые недалеко живут от этих гаражей. Здесь мы будем переформатировать их. Господдержка правильных производств и наставление на путь истинно неэкологичных частных фабрик. Губернатор Ульяновской области считает гаражную амнистию одним из видов социальной помощи. Почти 500 тысяч человек в целом по Ульяновской области в той или иной степени имеют отношение к гаражно-строительным кооперативам. В регионе готов еще один проект – амнистия гаражной экономики. Главная его задача – сделать предпринимателей законопослушными, чтобы производство не чадили формальдегидом и коммерсанты правильно оформляли своих сотрудников. Эти моменты будут контролировать надзорные органы совместно с Корпорацией развития Ульяновской области. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ.